Девушки отдыхают Ты ведешь! Ты ведешь! Осторожно! Осторожно, поворот! Мы создали этот клуб, чтобы наших ребят не завербовали вооруженные группировки. Мы стараемся занять их делом, мы даем им надежду. Если вы придете к ним домой, вы увидите, насколько бедно многие из них живут. В каком-то смысле, этот клуб спасает им жизнь. Он доказал, что он сильный. Он принимал участие во всем. Вставай в центр. Как его зовут? Глуар. Ну что, ребята, возьмем Глуара в клуб. Мы дадим тебе шлем, перчатки, другое оборудование. И даже велосипед дадим. Переведите ему. Город Гома лежит у подножия Нирагонга, одного из самых активных вулканов в Африке. В 2002 году произошло извержение, оставившее без крыши над головой 400 тысяч человек. Последовавшее позднее наступление руандийских боевиков и столкновение между правительственными силами Конго и повстанцами ухудшили ситуацию до предела. Сейчас большинство людей живет в антисанитарных условиях, без электричества и водопровода. Работы у них тоже нет. В окрестных джунглях рыщут вооруженные бандиты, предлагающие молодым людям единственную альтернативу жизни в ужасающей бедности. Каждый день есть опасность стать жертвой насилия. Глуар живет со своими братьями и дедушкой в домике размером с небольшой садовый сарайчик. У меня теперь все есть. Они меня в клуб взяли. Будут учить кататься на велосипеде. И велосипед мне дали. Я его немного починил. Вон, смотри, как хорошо теперь работает. Мне очень тяжело живется с детьми. Иногда мне подают милостыню, и удается собрать центов 60 на тарелку фасоли. Вот так мы питаемся. Глуар просит меня купить велосипед, но откуда у меня такие деньги? У нас ни матраса, ни покрывала нет. Все люди спят, как придется. У дедушки Глуара серьезная проблема с алкоголем. Милостыня, которую ему удается выпросить, чаще всего уходит на выпивку, а не на еду. Это не редкость в городе, где вулкан отнял у жителей все. Некоторые живут в домах, выстроенных из кусков лавы, оставшейся после извержения вулкана Ньерагонга. По иронии судьбы, они ищут себе убежище у стихии, которая разрушила их жизнь. Глуару и его братьям приходится содержать семью, зарабатывая копейки, где придется. Я мою машины, чтобы заработать на еду. Начинаю в пять вечера и работаю до семи. Мы набираем воду и ждем, когда появится машина. Иногда мне удается заработать два, два с половиной доллара. На эти деньги мы можем купить еды. Ну, вот так и живем. Глуар, что? Ты бросил школу, чтобы мыть машины? Не, я бросил учиться, потому что на это нужны деньги. Я бросил школу, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok Многие мои друзья воруют Да, если честно, почти все Один из них воровал компьютеры Приносил их домой, где его в итоге и поймали Отец мальчика пытался защитить его от полицейских Но его обвинили в том, что он учит своих детей воровать Поэтому его посадили в тюрьму Тех, кто не вступил в этот велоклуб Вряд ли ждется хорошее будущее И кансану, а ты на сану Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так, молодец, продолжай Это я не туда повернул Нет, это из-за машины Давай, давай Надевай Поменяй шину У нас есть запасная Что ты делаешь? Хотя ты же с утра еще не пил Открой рот Давайте поаплодируем нашим спортсменам Международного уровня Алан и Шанс представляли наш клуб в Бумбу-Баши Они участвовали в трех гонках Завоевали и второе, и четвертое места Так что наш клуб показал хороший уровень Чарли Маконга оставил свой дом в Камеруне Чтобы возглавить ассоциацию юристов На своей основной работе он помогает женщинам и детям Ставшим жертвами насилия добиваться правосудия Это очень трудная и эмоционально выматывающая работа И даже в свободное время он пытается помочь жителям Гомы Многим местным ребятам он стал вторым отцом Я получаю деньги за работу в ассоциации И это замечательно Но помимо этого мне хотелось принимать участие В развитии своего города К тому же мне нравится спорт Поэтому рано утром, каждый день я тренируюсь вместе с ребятами Присели Выше колени! Выше! Выше! Еще выше! Еще, еще, еще! А теперь на месте! Раз, два! Раз, два! Я уже стал частью жизни этих ребят Потому что я помогаю им не только в велоспорте У них могут быть проблемы со здоровьем Если у них малярия или они получили травму Положить их в больницу в принципе не очень дорого Этих ребят около 35 человек Я за всех несу ответственность Вы тянете руки вот так вперед Мы хотим приносить людям радость Мы хотим увлечь их велоспортом Если мы ничего не изменим Мы будем, так сказать, жить с вулканом в голове Мы не будем чувствовать себя в безопасности Мы хотим жить здесь, в Гома Хотя знаем, что это место очень опасно Я родился в городе Гома Когда мне было 4 года Произошло извержение вулкана, но мы выжили Все небо было красным Нам пришлось спасаться бегством И мы потеряли много вещей Жизнь стала очень трудной А сегодня я иду к вершине вулкана Нейрагонга Чтобы улучшить свою физическую форму Это хорошо для велогонщика Но и увидеть тот самый вулкан Который заставил нас страдать Нейрагонга готовится к новому извержению В северо-восточной части кратера Образовалась новая трещина Теперь извержение – это лишь вопрос времени Но некоторые местные жители верят, что от мощи вулкана Можно напитаться силой Просто нужно заглянуть в глаза чудовищу Вот он, монстр Нейрагонга Который уничтожил наш город Который заставил нас страдать много дней в 2002 году Он и сейчас неспокоен И до сих пор наводит ужас Мне страшно, когда я смотрю на него Это гигант, все еще пылающий Вечно живой Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Меня зовут Мумберешанс Агустен. Я из семьи инвалидов. У меня больны и мать, и отец. Я самый старший из семерых детей в нашей семье. Два года назад я получил государственный диплом. Но я так и не стал учителем. Просто не смог найти работу. Так моя страсть к велосипедам стала моей работой. Музыка Для большинства мальчишек велоклуб Гоме – это луч надежды. То, что отвлекает их от ежедневных тягот жизни. Для лучших из них, таких как Шанс, это еще и возможность стать профессиональным велогонщиком, получить шанс на другое будущее. У меня ноги болят. Я только что забрался на вулкан Нейрагонга. Было непросто забраться наверх, а потом еще и спуститься. Думаешь, не победишь? Нет, я заставлю себя. Ты же чемпион. Я заставлю себя стать победителем. Мотоциклист, давай назад. Становитесь здесь, для старта, чтобы на дороге никого не было. Мотоциклист, пожалуйста. Внимание! На старт! Раз, два, три, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, что творится. Сумасшествие просто. Для кого-то это в первый раз. Мотоциклист! Освободи дорогу! У нас очень интенсивное движение. Мы пытаемся обеспечить безопасность заезда. Водители не уважают велосипедистов, и это еще одно испытание для нас. Надеемся, сегодня обойдется без аварии. Второе место? Да-да. Неплохо. Да, неплохо. Как ты? Ну, в любом случае, я пришел к финишу. Это было непросто. Меня многие пытались оттеснить, и у меня ужасно были отмноги. Но я смог прийти к финишу вторым. Самое лучшее начинается, когда мы побеждаем. А когда мы заканчиваем тренировку, президент нашего клуба дает нам поесть. И это тоже отлично. В клубе мы живем как братья. Горячие блины и йогурт быстро заканчиваются. Это собрание группы, на котором ребята отдыхают и общаются после тренировки. Но для многих это еще и возможность поесть и набраться сил на целый день. Другого шанса для них может не представиться. Посмотрите на них. У некоторых даже нет возможности позавтракать. Представляете? Вот почему для меня так важно после каждой тренировки хотя бы накормить их завтраком. Я должен быть уверен, что они едят хотя бы один раз в день. У меня не было возможности. закончить школу. Я бросил учиться, и моя первая работа связана с велосипедами. Я сдаю в аренду маленькие велосипеды детям, учу их кататься и зарабатываю на этом немного денег. Я не планирую заниматься велобизнесом в Африке, потому что ты можешь много работать, а большую часть денег заберет твой начальник. И только Чарли так не делает. А так каждый начальник тянет одеяло на себя. Сегодня у нас будет сладкая картошка на обед. Каждый день я стараюсь заработать тысячу, полторы тысячи франков. Тогда я могу купить булочек себе и ребятам в дорогу. А еще могу купить немного картошки или бананов. Их мы и едим с моим младшим братом. Сара, давай помолимся. Господь, большое спасибо, что ты послал нам сегодня еды. Дай то же самое всем голодным людям. И дай нам здоровья. Аминь. Приятного аппетита. Спасибо. Помба им как отец. Он поддерживает всех, кто слаб или у кого проблемы. А еще помогает ребятам, только вступившим в клуб. Эй, послушайте. Дети, слушайте. Это наша песня, которую мы поем, когда тренируемся. Мы должны вместе ее спеть, так как это наша общая песня, потому что завтра велоклуб Гомы станет вашим. Я вам обещаю, после каждой тренировки в городе я буду привозить несколько велосипедов и учить вас на них кататься. Во время каникул даже те, у кого нет денег, смогут обучаться велоспорту. Только я прошу вас, не надо воровать и приносить подарки помбе. Не надо. Меня потом арестуют. Врать тоже нехорошо. Мы следим за дисциплиной. А теперь споем. Эй, дисципли. Эй, дисципли. Эй, дисципли. В будущем я собираюсь стать чемпионом Конго и чемпионом Африки. Чарли нам как отец. Он дает нам силы смотреть в будущее. Я знаю, что с велосипедом моя жизнь однажды изменится, и в один день все мечты станут реальностью. Я хочу стать чемпионом, заработать денег и построить большой дом, помочь детям с улицы, забрать бездомных. Давление 100, нижняя 80. Пульс 103. Как тебя зовут? Глуар. Как? Глуар. У тебя есть телефон, чтобы связаться с родными? У наших соседей был телефон, но он разрядился. У нас электричества давно нет. А кем ты работаешь? Я велосипедист. Велосипедист? Как дела, доктор? Ему очень больно. У него все болит. Я поставил капельницу, все будет хорошо. Он был в каске? Да. Когда он упал, сразу подумал, что он умирает. Так бывает в первый раз. Так как у него был шлем, все должно быть хорошо. Колени и все такое. Если нет переломов, то все должно быть нормально. Обычно так. Теперь, раз у нас есть клуб, все будет хорошо. Велосипедист? Это нужно будет хорошо. Велосипедист? 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 А так тренировки будут проходить внутри этой зоны. Но вы живете под большим вулканом. Не думаете, что он может просто все уничтожить? Мы не можем контролировать вулкан, но мы можем контролировать наших ребят. Мы должны давать им надежду через велоспорт. Мы контролируем, что можем. Если можешь бежать, беги. Боже всемогущий, помоги нам. Избавь нас от отвержения вулкана. Пусть рядом с моим домом будет хорошая дорога для велоспорта, с которым ты мне помогаешь и для которого ты даешь мне силы. Нам нужна хорошая дорога и хороший дом, чтобы мы могли в нем жить. Господи, избавь нас от извержения вулкана, заставившего нас страдать так долго. Помоги нам. И дай мне сил, чтобы я мог больше заниматься и стать чемпионом Конго. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова